Привет, меня зовут Вио, и сегодня мы поговорим про, по моему мнению, лучший айфон на сегодняшний день, а именно айфон 14 про. Прям как старые добрые, на кухне, час ночи. И знаете, вот самое интересное, что вот эта картина прям, ну, идеально передает вот эти 90% людей, которые покупают айфон 14, ну все, новые айфоны себе. То есть потрепанный, потрепанный диван, съемная квартира, ну, классика, как говорится, метро, автобусы, зато в кармане айфон 14 про. Поэтому такое тоже что-то новенькое на этом канале, потому что я особо не снимаю какие-то разговорные видео, как сейчас, но надеюсь, вам понравится, поэтому, если вам понравится, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, зашло вам не зашло, и обязательно подписывайтесь на этот канал. И в сегодняшнем видео мы реально поговорим об айфоне 14 про, на минуточку, по-моему, у меня лучше айфон на сегодняшний день. И, конечно же, просто миллиард всяких видеообзоров на ютубе, но это нельзя назвать видеообзор, это будет просто мое честное мнение, а пользуюсь этим телефоном уже больше двух недель, 15-й день, если не ошибаюсь, это будет просто мое честное мнение об этом телефоне, стоит брать, не стоит, стоит рассматривать. Буду рассказывать, знаете, каким-то простым языком, а не как все какие-то статьи, взятые из Википедии, про камеру, про дисплей и так далее, каким-то заумными словами. Просто честное мнение, не знаю, перекупа, как хотите, так и называете. А на минуточку через эти ручки, так скажем, проходили реально все модели айфонов, от 4-го и до вот этого 14 про, абсолютно все модели я пощупал, так скажем. И вот когда в моих руках попал этот айфон 14 про, ну я просто такой, вау. И начнем немного с предыстории, такой смешной, можно сказать. Я всю жизнь презирал новые айфоны, всю жизнь, реально. То есть я всегда покупал баушки, ими занимался, их перепродавал, на это вы уже знаете, и двигался вот в этом ключе. Но потом что-то меня переклинило в голове, не знаю, как-то резко. Я решил купить себе айфон 13 про макс, наверное, тоже уже многие видели. То есть до этого айфона 14 про у меня был айфон 13 про макс, новый, с магазина. То есть я никогда не покупал ничего нового, даже андроиды, айфоны, неважно. Просто я всегда придерживался той тактики, ой, чуть стол не сломал, придерживался той тактики, что лучше уже, ну блин, найти хороший, ваушный, и в два раза дешевле, чем, блин, идти в магазин и покупать в два раза дороже, грубо говоря, такой же, как баушный. Но вот, меня переклинило, я взял айфон 13 про макс, и это, знаете, как наркотик. Всё, появился 14 про, и я такой репу чешу, и думаю, хм, мне нужен айфон 14 про. Я реально не знаю, как это работает, и давайте сразу же начнем с первого пункта, а именно ценовая политика. Чтобы вы понимали, баушки на авито, то есть, по крайней мере, в Питере, не знаю, как в других регионах, начинаются цены от 100 тысяч рублей на баушки, да, можно сторговаться там и так далее, давайте просто возьмем цену тогда в 95 тысяч рублей, я именно говорю про айфон 14 про на 512 гигабайт, то есть, допустим, баушки можно найти на авито за, ну сколько за, давайте возьмем от 95 и выше, но новые, то есть, вот этот я выцепил, например, за 113 тысяч рублей, конечно же, можно было найти дешевле, бла-бла-бла, но я решил, что, блин, если брать новый, то брать у проверенных людей, короче, ну вот вы понимаете, я не стал там искать по каким-то сайтам дешевле на 2-3 тысячи рублей, но фиг пойми откуда, я решил, что возьму там, где уже проверено. Ну и суть, это айфон 14 про Европа на 512 гигабайт, конечно же, в коробочке там не было ничего, кроме кабеля, и давайте немножечко посмотрим быстренько видеообзор распаковки. ПОДПИШИСЬ! Ну и, конечно же, первым делом я включил камеры и начал проверять, все окей, все круто, и также нововведение на этом айфоне, это то, что когда выключаешь дисплей, он типа остается включенным, но якобы яркость на минимум, как по мне, это абсолютно бесполезная функция, я, конечно же, в первый же день отключил. Теперь давайте продолжим про ценовую политику. БАУшные они от 95, по крайней мере, у нас в Питере я видел ВАВИТО, а новые 113 тысяч рублей. Понятное дело, что тут, блин, ну, конечно же, уже лучше стоит выбрать новый, взять там, переплатить 10 тысяч рублей, зато взять реально новый, и реальному первому, так сказать, ощутить вот это, да, отрывание наклеек и так далее. Я в свою очередь, естественно, тоже сделал выбор в пользу нового, именно прям запечатанного вот этого айфона, чем брать там за 100 тысяч рублей, и не пойми, в каких руках он был и так далее. И какое же первое впечатление? У тебя реально ощущение, что ты держишь новый айфон, знаете, это совсем другие эмоции, когда ты, например, держишь айфон 12, 13, 14, потому что, по-моему, мнение, они просто идентичные. Если бы с 12, ну, 12 и 13, грубо говоря, как по мне, отличие, это просто, что камеру поменяли, местоположение, и все. А вот когда держишь этот телефон, у тебя реально ощущение, даже вот этот островок, да, минимальное какое-то обновление не сделали, что вот островок добавили, ну, я вам потом поближе покажу, подробнее и так далее, но вы уже, наверное, это видели. Я буду просто назвать островок, а не как это называется по-умному. И вот даже этот островок дает тебе понять, что ты реально новый айфон купил, знаете, чем-то отличающийся от старых моделей, например, как по мне вообще бредово покупать, знаете, 13-й, либо 14-й, ну, потому что это 14, например, это вот идентичная модель, как 13-й. 13-й, это такой же 12, только поменяли камеру, то есть вообще не вижу смысла. Если брать, то это только и прошки, понятное дело. Да даже 12 Pro, 13 Pro и 14 Pro, они были бы одинаковые, как по мне, если бы не добавили вот этот островок. И раз мы начали уже говорить про внешние составляющие, давайте продолжу. Как по мне, это реально идеальный телефон внешне, внешне, да, и техническое, понятное дело, тоже, потому что по бумагам это фактически идеальнейший и самый лучший айфон на сегодняшний день, потому что это последний айфон. Но, как по мне, вот как по мне, да, обычному, обычному человеку, который просто хочет пользоваться телефоном, он просто идеально в руке. Ну, вот в моей руке, не знаю, худощавый, он просто идеальный. До этого у меня был 13 Pro Max, он настолько огромный был для меня, а я на него перешел вроде с айфона 12 мини вообще. И айфон 13 Pro Max настолько был неудобен, настолько был огромен. И вот айфон 14 Pro, ну, просто идеально. Просто сейчас, опа, Face ID, можно, опа, вот так. До любой части дисплея дотронуться, просто до любой части дисплея одной рукой. Но это не идеально, это идеально. Вот идеально лежит на столе, например, когда ты смотришь какие-то видео на ютубе пока кушаешь, ставишь в карман, и он просто, ну, идеально, вот во всех местах он идеален. Поэтому, как по мне, вот именно данный размер, айфон 14 Pro, это идеальный размер. Чтобы не говорить сразу только о плюсах, давайте сразу же перейдем к первому минусу, который именно я реально ощутил после айфона 13 Pro Max, а я реально его очень сильно ощутил, это аккумулятор, это батарея. Потому что тут аккумулятор на 3200, но чтобы вы понимали, у айфона 13 Pro Max был аккумулятор 4352. И вроде думаешь, блин, ну не такая вроде бы по цифрам большая разница, но это настолько огромная разница, вот именно для обычного пользователя. Для меня это просто огромная разница, чтобы вы понимали, вот этот айфон, который обошелся, да, то есть стоит в целом больше 100 тысяч рублей, заряжаешь его 2 раза в день. Ну гениально, не? Потому что свой айфон 13 Pro Max до этого, понятное дело, у него аккумулятор был лучше, это и по бумагам и так далее, но он мне хватал, ну просто на весь день, спокойно, я прям им пользовался, снимал, монтировал, все делал на нем, и мне хватало вот на день вот так, да, выше крыши. А вот этот я заряжаю 2 раза в день. И не сказать, что я прям активно пользуюсь так, как с айфоном 13 Pro Max. Я не говорю уже про то, что если в игры играть, потому что в игры на этих телефонах, в целом в телефонах я не играю в играх. Я представляю, если играть, да, в какую-то требовательную игру, то вообще, блин, сколько, 3 раза в день его заряжать или как? Поэтому, если вам очень важно, чтобы вам телефон спокойно, да, выше крыши хватил на весь день, то, думаю, стоит, конечно, лучше уже присмотреться к айфон 14 Pro Max, либо в целом в Max версиях, потому что там реально ощутимая разница в батареях. И получается так, что каждый раз, когда я еду в Питер, на работу, неважно, куда-то в дальние поездки, по-любому надо брать с собой зарядку, потому что, а кто знает, знаете, а кто знает, даже тот же самый пример, что айфон 13 Pro Max, когда у меня был, 5% мне на ночь, я знал 100%, что мне хватит еще и будильник зазвенит, и все будет хорошо. А вот этот айфон оставлять с 5% на ночь, ну, реально, ну, то, что очково, ну, реально не хочется, знаете, ну, такой стремновато, думаю, что, блин, фиг, будильник зазвенит, опоздаешь на работу и так далее, потому что, ну, доверие не внушает абсолютно никакого. И, как по мне, не знаю, может быть, у меня паранойя, когда остается меньше 20%, он садится просто, знаете, как будто ты держишь в руках айфон 6, и у тебя, ну, ты на улице в минус 20, знаете, вот проблема айфон 6, 7, даже 8, когда он просто отключается на холоде. Вот то же самое про это могу сказать, что когда меньше 20%, ты его держишь в руках, даже просто мониторишь интернет, неважно, смотришь какое-то видео, он садится просто на глазах, да, за 10-15 минут, не знаю, все, даже сейчас, 18%, недавно было 20%, и вот, плавно мы перешли к этому нововведению, так скажем, к этому островку, все его видят, да, где-то, конечно, я же покажу видео уже получше, вот это островок, и знаете, что я могу сказать? Все его, знаете, не то, что и не хвалит, и не критикует, просто все говорят, ну, он есть и есть. Я вот, по моему мнению, у человека, ну, если меня спросят, у человека, у которого реально все модели телефона были в руках, я скажу, что это реально круто. Почему? Потому что, например, когда ты держишь iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 10, неважно, вот эта челка, как будто тебе дает понять, что ты купил один и тот же телефон, просто поменяли циферку, например, iPhone 13, 3 убрали, поставили 4, все это iPhone 14. Ну, короче, дисплей тебе дает понять, что, блин, это тот же самый iPhone, знаете, нет какого-то ощущения нововизны, не знаю, есть такое слово или нет? И вот этот островок, ну, он просто идеально, как по мне, вписывается, вот идеально, вот знаете, держишь этот телефон в руках, смотришь на этот дисплей, у тебя ощущение, что, ну, вот, этот телефон еще на лет 5 точно вперед. А когда ты держишь, например, iPhone 12 и 13, ты думаешь, ну, тот же самый телефон, через год появится такой же, думаю, может, поменяю и так далее. А вот держа вот этот телефон в руках, ты думаешь, ну, блин, вот теперь, я думаю, точно на года 3, 4, 5, неважно, лет, хватит точно его, потому что выглядит он реально стильно на лет 5 вперед. И много уделять времени вот этому островку, наверное, вообще нет смысла, потому что каких-то фич, каких-то реально полезностей я ни разу не попробовал, ни разу не использовал, я знаю только, что можно вот так красиво как-нибудь сделать. Секундомер, убрать, а нет, даже погодите, таймер, вот, таймер включить, убрать таймер и типа будет тут сверху таймер. Вот это самая крутая фича, которую я нашел. И понятное дело, что там на ютубе можно посмотреть, вау, столько всяких крутых, что можно сделать с этим островком, ну, для обычного человека, который просто пользуется этим телефоном. Вот я вижу этот островок, грубо говоря, только когда разблокировал телефон. То есть срабатывает Face ID, все, это единственный раз, когда я увидел. И так же, когда мне звонят. То есть когда кто-то звонит, так же тут вверху показывается, вот в островке показывается, что вам кто-то звонит. Ну и перейдем плавно, конечно же, к самому главному. Почему 99%, не знаю, по моему мнению, покупает айфоны? Потому что у них, конечно же, самые лучшие камеры. И у этого айфона, а я повторюсь, у меня до этого был айфон 13 Pro Max, и вроде такой в голове думаешь, блин, айфон 13 Pro Max и айфон 14 Pro. Ну, не могут же быть настолько какие-то отличия по камерам, допустим. Ну, во-первых, возьмем, конечно, внешне, что они просто гигантские. Они просто гигантские. Вот даже пальцы каждый раз, хотя, по моему мнению, они реально офигенно смотрятся. И это служит, знаете, какой-то опорой. Потому что пальцы вот каждый раз тыкаются в эти камеры. И внешне, да, окей, мы разобрали, ну, как по мне, идеально. Ну, просто очень стильно, так скажем, да, с ноткой стиля смотрятся эти камеры. Но если брать технически, вот возьмем вот эту тряпочку, протрем. И вот когда включаешь камеры, я даже вроде бы предыдущее видео снял на вот этот телефон. Ты включаешь камеру, и даже взять айфон 13 Pro Max вот так тоже в руке, и реально отличие, ну, как по мне, просто гигантское. Я не знаю, может быть, у меня паранойя, но я отличие увидел реально просто на глаз. Потому что, даже не знаю, в комнатном освещении и на улице, реально айфон 14 Pro намного лучше снимает, чем айфон 13 Pro Max. Хотя, ну, не должно быть прям какое-то гигантское отличие. Не знаю, может, просто мне надоело этот айфон 13 Pro Max. Ну, то есть, стал обыденным, так скажем. А вот когда я включаю камеру на вот этом айфоне, я прям как будто, знаете, вижу, что как будто он лучше снимает. Не знаю, он реально лучше снимает или нет, но, как по мне, реально камера на сегодняшний день самая лучшая у айфон 14 Pro. Если брать из айфонов. Ну, и, конечно же, давайте пару примеров вам покажу, как снимает этот айфон. Фотографии, видео и так далее. Погнали. В первом примере показываю вам именно, как этот айфон 14 Pro снимает в комнатном освещении. Как по мне, очень даже неплохо. Также, пожалуйста, днем небольшая съемочка, небольшой обзорчик камеры. Проверяем ночную съемку на айфон 14 Pro. Как-то так. Это съемка на айфон 14 Pro в режиме 0.5X. А вот это режим киноэффект с фронтальной камеры. Выглядит вот так. А вот это режим киноэффект уже с основной камеры. Как вам? Вот так в ночное время снимает 1X. Основная камера. Также вот так передает звук. Куча сразу проверок в одном видео. И звук, и качество. Как-то так. А вот это 0.5X. Вот так вот снимает. Стоит, конечно же, упомянуть там про дисплей, про насколько он четко передает картинку, насколько все плавно, насколько все быстро. Но, как по мне, а смысл про это рассказывать? Пока, знаете, не пощупаешь, не поймешь. То есть смысл вот так вам показывать, да, по дисплею, как он шустрый и так далее. Если ты покупаешь айфон стоимостью больше 100 тысяч рублей, понятное дело, что ты, знаете, странно было бы, если он был какой-то лагучий и так далее. То есть он, по идее, по бумагам даже должен быть намного, намного шустрее, чем предыдущий. И скажу так, мне его производительность реально хватает просто выше крыши. Я на нем снимаю, я на нем монтирую. Очень редко, ну вообще, можно сказать, я не играю. У меня там какая-то игра машинки и все, какая-то очень-очень малотребовательная. И я скажу, что, ну, мне его реально хватает просто сполна. И действительно, если бы не аккумулятор, если вот чуть-чуть получше было аккумулятор, либо хотя бы, знаете, емкость, как у 14 Pro Max, как у 13 Pro Max, то это был бы реально, ну, телефон без минусов, так скажем. Ну, конечно же, если не рассматривать цену, потому что цена, конечно, ну, заоблачная. Скажу так, если бы этот телефон стоил, ну, 1080, 90, так скажем, именно на 512 гигабайт, то это реально был, ну, просто, просто сок, а не телефон. Но так как этот телефон стоит, ну, допустим, возьмем за мою цену, которую я купил, 113 тысяч рублей, ну, честно, честно, я не знаю, вот смотришь на него, да, ты получаешь удовольствие от использования. Ну, я, понятное дело, уже не такое удовольствие, ну, например, человек, который купил, либо перешел резко, там, с десятки на iPhone 14 Pro Max, либо вообще с iPhone 7 на 14 Pro Max, то, конечно же, у него просто будут такие глазища, что, вау, реально крутой телефон. Но если, знаете, вы студент, ты покупаешь, грубо говоря, iPhone стоимостью больше 100 тысяч рублей, но в это же время ты едешь на метро, едешь на автобусе до метро часа два, знаете, в обычных джинсах, джинсах, которым уже два года, куртки, которые тоже, там, пять лет, и когда у тебя в кармане iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, неважно, в целом, хороший, дорогой телефон, как по мне, это странно, потому что всю жизнь я реально осуждал таких людей, в прямом смысле осуждал, я понимаю, что, ну, никто не имеет права осуждать других людей, но я всегда, вот, когда ездил в автобусах, а у меня до видеоблогинга, грубо говоря, там я ходил с 7-кой, с 8-кой, ну, такие простые телефоны, X, я помню, то есть никогда не понимал смысл вот этих дорогих телефонов, я до сих пор не понимаю, я его просто взял, ну, честное слово, просто для контента, грубо говоря, он мне там каких-то вау удовольствий не доставляет, просто я взял хороший телефон, чтобы мне хватило, ну, я уверен, что этот телефон будет актуальнее еще 2-3 года минимум, и вот о чем я говорю, когда ты, я всегда обсуждал, когда я видел там каких-то людей в автобусах, с которыми я еду, там, 2 часа до метро, и они, знаете, с новеньким айфоном, с проводными наушниками, короче, главное, новенький айфон, а тот факт, что они едут там до метро на работу, на которой там получают 30 тысяч рублей в месяц, то этот факт мне, конечно же, покоя не давал, я говорю, я всегда думал в голове, блин, купите себе за 100 с чем-то тысяч машину, блин, едьте на машину, но сейчас, когда я оказался сам в этой ситуации, когда, да, можно сказать, блин, лучше бы купил машину, чем этот телефон, но я, многие знают, что у меня нет машины, я просто, ну, не получаю такого удовольствия от машины, я сел в автобус, все, доехал с точки А до точки Б, и все, мне это не важно, я теперь понимаю, что нельзя критиковать людей за, знаете, их какое-то вот удовольствие, вот они что-то купили, и они получают от этого удовольствие, потому что некоторым людям, может быть, не нужна эта машина, не нужна, не знаю, эта квартира, да, например, первый износ по ипотеке можно было, не знаю, закрыть, и просто вот хочется каких-то, знаете, маленьких радостей, маленьких удовольствий, и давайте попробуем как-то все подытожить, цена больше 100 тысяч рублей, как по мне, ну, абсолютно необоснованная, да, это реально очень хороший телефон, да, это реально, в целом, даже по бумаге лучший телефон, потому что это последний айфон, да, у него просто суперские камеры, да, вот этот островок, ну, просто, ма, так скажем, шустрость, быстрость, я не знаю, есть такие слова или нет, ну, конечно же, идеально, но если бы он стоил 1080, например, если вам не нужно 512 гигабайт, конечно же, вы можете купить на 128, там, за 80-90, не знаю, сколько они сейчас стоят, но если бы вот эта версия на 512 гигабайт стоила бы 1080, да, я бы сказал, ребята, я реально рекомендую, но так как телефон дороже 100 тысяч рублей, ну, как по мне, это реально необоснованно, но давайте теперь возьмем с другой стороны, если вы реально можете себе позволить купить такой телефон, не знаю, если, знаете, прям долго копите, и вам не нужна машина, не нужна квартира, вы просто хотите маленькую радость, маленькое удовольствие себе предоставить, то я реально советую этот телефон, потому что, по моему мнению, мнению перекупа, так скажем, человеку, который занимается айфонами уже долгое время, по моему мнению, это реально один из, не один, давайте прямо скажем, это лучший айфон на сегодняшний день, но в то же время, если вы будете активно пользоваться, вам придется заряжать ваш айфон стоимостью больше 100 тысяч рублей, два раза в день, а то и больше, вот и думайте, стоит оно того или нет, обязательно напишите в комментариях, какой, по вашему мнению, лучший айфон на сегодняшний день, мне реально будет интересно почитать, и также напишите, почему, в общем, как-то так получилось такое разговорное видео, надеюсь, вам такое видео понравилось, потому что мне очень важно ваше мнение, обязательно напишите в комментариях, и очень важно знать, что, знаете, вам нравится не только то, как я бегаю и снимаю туда-сюда, а хочется знать, что вам нравится просто иногда, да, под чаек что-нибудь посмотреть, и очень надеюсь, что вы поставили лайк, написали комментарий, подписались на этот канал, ведь кто не знал, у меня недавно родилась дочка, и реально с появлением дочки, твой ну нет такого графика свободного как раньше где ему просто встать в 9 утра пойти на работу пробежаться по перекупством этим а сейчас реально у меня ночь перепуталась днем и так далее и очень надеюсь что он такие разговорные видео нравится потому что я немножечко знаете хочу не только снимать как бегают ну и немножко сами разговаривать как-то через камеру кстати не знаю кто тогда смотрит вообще до этого момента или нет я хочу сделать знаете такой эксперимент взять какой-то iphone и пользоваться им знаете допустим неделю и снимать допустим iphone 7 в реальной жизни знаете ли iphone 7 пользуясь там неделю реально прям пользоваться именно этим телефоном и снимать знаете вам на видео грубо говоря актуален этот телефон сейчас или нет поэтому если ты досмотрел до этого момента обязательно пиши в комментариях какую лучше модель из айфона взять и какую из них попробовать пользоваться именно прям плотно и понять вообще хороший ли это телефон именно в 2023 году или нет как-то так с вами был вио всем спасибо еще раз кто досмотрел до конца всем пока